В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Урал. Горная система, протянувшаяся между Восточноевропейской и Западносибирской равнинами. Граница между Европой и Азией. Длина более двух тысяч километров. Время образования 350-200 миллионов лет назад. Многие горы такого возраста уже превратились в равнины, а Урал стоит. Эрозия сгладила его вершины. Особенно сильным разрушением подверглась центральная часть – Средний Урал. Он представляет собой череду низких, изрезанных речными долинами хребтов. Здесь возникли удивительные ландшафты с каньонами, карстовыми пещерами и скалами. Уральский хребет является одним из крупнейших водоразделов на континенте. Воды с его восточных склонов наполняют сибирские реки. С западных – реки Восточноевропейской равнины. Но есть одна река, которая прорезала свой путь сквозь водораздельный хребет. Она начинается в Азии, а заканчивается в Европе. Это Чусовая. Пробившись сквозь горы, река оставила вдоль своих берегов высокие скалы, ставшие главным ее украшением. Каждый имеет свое название, данное еще 200-300 лет назад, когда по реке сплавляли полезные ископаемые, добытые из недр Урала. Скалы отличаются не только формами и размерами, но и структурой. Одни напоминают башни. Это постройки кораллов, живших в теплом море, плескавшим здесь свои волны миллионы лет назад. Другие, похожие на крепостные стены, и как из кирпичиков, состоят из пластов, в чьих складках можно увидеть всю геологическую историю Урала. Именно здесь шотландским геологом Мурчисоном был открыт последний геологический период Палеозойской эры, который он назвал пермским, по названию края. Скалы являются не только геологическими, но и ботаническими памятниками природы. На них растет немало эндемических и реликтовых видов. Подзолистые почвы местных лесов кислые, а здесь растворяющийся в воде мягкий известняк позволяет расти видом кальцифилом, свойственным даже степной зоне. Больше ста лет назад, после постройки железной дороги, барки ходить по Чусовой перестали. Какое-то время по ней сплавляли лес, который рубили прямо вдоль берегов. Но и эта страница ее истории перевернута. Вдоль реки снова поднялись леса. Уже много лет Чусовая привлекает туристов-сплавщиков. Но дикие стоянки, костры, мусор портят ее берега. В Свердловской области был создан природный парк для сохранения Чусовой. Организованы удобные стоянки. Но вся река нуждается в заботе и охране. Недалеко от среднего течения реки находится небольшой хребет Босеги, состоящий из трех гор. Его центральная вершина – самая высокая точка Среднего Урала. Высота небольшая – около тысячи метров. Но гора величественно возвышается над морем хвойных лесов. На вершине Среднего Босега находится группа исполинских фигур, вытесанных за миллионы лет водой и ветрами. Это куски застывшей лавы, изливавшейся во времена образования хребта. Более мягкие породы давно смыло и развеяло в пространстве. А они стоят – пришельцы из других эпох. Но сколь бы ни были эффектны эти природные скульптуры, главной достопримечательностью Босегов являются не они, а лес. Да, обычный лес, который, впрочем, не так уж обычен. За столетия освоения на Урале вся тайга была вырублена. И те леса, которые мы видим повсюду, какими бы дремучими они не выглядели, вторичные. Только вокруг Босегов остался участок девственной тайги или пармы, как ее зовут на Урале. Лес – это не только деревья, а сложная система взаимосвязи всех элементов – растений и животных. Чтобы вторичные леса восстановили былое богатство, должны пройти десятки, а то и сотни лет. Сегодня весь небольшой хребет является территорией заповедника Босеги. Одно из главных направлений его деятельности – экологическое просвещение. Урал – индустриальный район. Со времен Петра Великого здесь строили горные заводы, добывали полезные ископаемые. Многие из запасов на сегодняшний день вычерпаны. За нерентабельностью закрываются шахты Кизиловского угольного бассейна. Местные жители снова переходят на лесозаготовки. Единственную на сегодня здесь работу. Трудно обвинять этих людей в потребительском отношении к природе. Но можно использовать ресурсы, не нанося непоправимого ущерба. Экологическое воспитание нужно начинать с детства. Часто из шахтерских городков привозят в заповедник группы школьников. Казалось бы, они и так живут в окружении лесов. Однако здесь им объясняют, чем отличаются вторичные леса от первичных. Как можно отличить луга, на которых шла козьба, от нетронутых. Ребята и сами могут поучаствовать в научной работе. Или зайти на настоящую гору. Красивая пирамидальная вершина это северный бассейк. На него ведет экологическая тропа заповедника. Но всегда можно найти и более интересные маршруты. С вершины горы открываются далекие виды с одной стороны на Европу, с другой на Азию. Поездка сюда это не занудные сентенции об охране природы, а увлекательное приключение, радость открытия, преодоление препятствий. То, через что человек начинает понимать и любить родной край, уважать себя и других. Возможно, живой интерес в глазах ребят, их пытливость и любопытство это то, что ведет и нас. По крайней мере, мы не хотим забывать об этих чувствах. Мы увидели, что разнообразие нашей природы определяется не только климатическими поясами, но и крупными формами рельефа, которые называют физико-географическими странами. Мы познакомились с теми из них, что лежат в европейской части России. За Уралом находятся еще шесть огромных стран, равнинных и горных, омываемых теплыми и студенными морями и находящихся глубоко внутри континента. Некоторые из них давно привлекают туристов, а других известно мало, и там есть места, где редко ступала нога человека. А это значит, что наше путешествие продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok